Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Я часто в своих видео упоминаю подрастающее поколение девушек из запрещенного грамма. Пять подружек, говорю, на одно лицо, с надутыми губами и так далее. Одно из них, примерно такое, мы видели в виде, значит, бортпроводницы, когда выгоняли из самолета участника операции. Это чудовищное дело. Друзья, и часто говорю о том, что сейчас в большинстве своем, я не буду говорить, что все в большинстве своем девочки, конечно, ищут комфорта, потому что за последние 2-3 десятка лет воспитание, собственно говоря, это формирование потребителя, которому нужен комфорт. И, собственно говоря, такие понятия, как замужем, потерпеть, жертвенность и так далее, все это ушло в прошлое, и над ними даже посмеивались. Наверное, сейчас будут посмеиваться. Но, знаете, увидев этот материал, мне бы хотелось очень об этом рассказать. Жены мобилизованных переезжают за мужьями на Донбасс. Кто-то называет этот переезд временным, кто-то планирует пустить корни. Но они точно не считают свой выбор жертвой. Бросить все и переехать из Сибири в воюющий Донбасс легко. Для них это абсолютно естественно, и геройством они это не считают. Без всяких госпрограмм, без какой-либо экономической поддержки. А ведь снимать жилье сегодня в Донбассе удовольствие не из дешевых. А днушку с бабушкиным, в кавычках, ремонтом посуточно по 5 тысяч рублей. Если повезет, за 30 тысяч снимешь на месяц. Да, пришлось ко многому привыкать. И обветшал и фонд ЖКХ, и невзрачность промышленных городков. В воюющей республике не всегда хватает средств на детские площадки, ремонт в школах, садиках, электронной очереди в поликлиниках. Вместо супермаркетов городской рынок, вместо развлекательных центров бесплатные спортивные секции. Но все это компенсируется близостью к любимому человеку, за которым русская женщина готова ехать хоть на край света. При этом есть опасность, что мужа перебросит на другое направление, и нет никакой ясности, сколько придется жить новой жизнью. Вы знаете, мне уже даже не важно, сколько, призналась мне, пишет корреспондент одна из жен мобилизованных, когда я выключил камеру. Мы же все понимаем, что они уже опытные военные, которые способны выполнять самые сложные задачи. И с точки зрения командования, они принесут гораздо большую пользу на фронте, чем зеленые новобранцы. Я с этой мыслью смирилась. Теперь моя задача поддержать мужа. Сколько бы на это не потребовалось времени. И вот приводится большой репортаж. Я его даже не открывал. Комсомолка сделала. Что я хотел сказать, сейчас пока открывается. Вместе посмотрим. Вы знаете, друзья, материал, конечно, уникальный с точки зрения современности, потому что мы много говорим о другой стороне. Жены, которые не ищут комфорта. Девочки, которые разного возраста. Мы молодые и более молодые. Сейчас что-то не открывается. И более молодые и среднего возраста. Они не ищут комфорта. Они не ждут, когда мужчина даст ей все. То есть, хорошее жилье, машина, возможность ездить по заграницам, отдыхать. Вот понимаете, только перед этим в закладке добавил себе. Собчак отдыхает в Швейцарии. Для того, чтобы рассказать, что все-таки Швейцария присоединилась к пакету санкций, какой-то помощи. Она отдыхает в Швейцарии. Наливает себе бокал шампанского и со смехом все это делает. Алкоголь-то буквально не вредит здоровью. И с другой стороны, жен мобилизованных, когда муж уже там, она сама. То есть, она не ждет, когда ей кто-то что-то сделает, когда ей какие-то там бокалы шампанского за границей. Нет, она здесь, выбираясь из Сибири, едет сама туда, где он служит, находит городок рядом для того, чтобы чаще встречаться, видеться, поддерживать его, снимает какое-то жилье. Вдумайтесь на секундочку, насколько это в бытовом плане сложно на самом деле. Мне бы очень хотелось об этом рассказать еще и потому, что в основном сейчас все-таки, я еще раз говорю, я не говорю о всех, но в основном все-таки женская половина человечества, да как и мужская, это инфантила, это воспитанные люди вот этими двумя-тремя десятками лет. В чем это воспитание? Мужчины не очень хотят нести ответственность за семью. При первых сложностях бегут куда-то там, потому что тусить, отдыхать и быть одному, это гораздо проще, чем быть ответственным отцом и, собственно говоря, быть главой семейства. Потому что это каждый, каждодневный труд, каждодневная ответственность за то, что происходит. В семье. А для девочек это в большей степени поиск состоятельного человека. То есть, вы понимаете, я не хочу сказать, что это поиск именно богатого мужа. Многие начинают жить, в принципе, и так. Но за два-три десятка лет деньги стали во главе угла. Как я говорю, патриоты золотого тельца. Не духовность, не еще что-то, а деньги в большинстве своем, к сожалению. И поэтому девочки ищут, едут в большие города, очевидно, состоятельных мужчин, состоятельных. Тех, которые могут дать им материальные блага. Она не поедет, вы понимаете, она не поедет, скажем так, за мужем куда-то на Донбасс терпеть лишения, находить квартиры, еще там что-то. Нет, она будет ждать, когда он даст ей тот уровень жизни, чтобы она, чтобы она... Вы знаете, вот все вот эти фразочки, которые постят за последние лет десять, я не хочу ничего решать, я девочка, я хочу новое платье, к примеру, и так далее. Это резко контрастирует, согласитесь, с теми фразами, которые были раньше. Русская женщина, коня на скаку остановит, в горячую избу войдет, и так далее. То есть, девочки стали такие, знаете, я есть, и, в общем-то, мне за это все давайте. И, конечно, это, с моей точки зрения, абсолютно неправильно, потому что, вот когда ты смотришь на эти примеры, ты понимаешь, что для меня это настоящие русские женщины, которые не с содержанками в Москве сидят и ждут, когда богатый папик отстегнет для того, чтобы она могла съездить в Дубай и выложить фоточки в запрещенный грамм с надутыми губками в очередной раз. А это женщины, которые понимают, что муж – это муж, они понимают роли, да, муж, жена, дети, они понимают всю ответственность за созданную семью. И вдумайтесь на секундочку, не просто ждут чего-то там от него или требуют от него чего-то, нет, она едет за ним на Донбасс. Это меня вообще поразило. Это меня поразило и очень хочу об этом рассказать и рассказываю уже сейчас, в принципе. Твейнкор Коц. Жены российских бойцов операции переезжают за ними на Донбасс. Есть фото. Елена прошлым летом тоже приехала на несколько дней повидаться с супругом, а теперь с дочкой живет в одном из городков ДНР, считая дни до короткого увольнения мужа, лишь бы быть поближе. Ты в Донецке в воскресенье будешь, написал знакомый офицер, не вылезающий с передовой, с женой познакомлю. А что она-то тут делает? В гости приехал уже второй раз, меня на выходные отпускают. Это что-то новенькое отметил я про себя. В гости на В-слово. Донецк, конечно, не пылающая передовая, но здесь буквально ежедневно гибнут люди. И надо иметь крепкие нервы и очень любить своего мужа, чтобы, насмотревшись сюжетов об обстрелах, приехать в прифронтовой город. Собственно, с таких коротких визитов и начинается новая жизнь у целых семей. Моя новая знакомая Елена в прошлом летом тоже приехала на несколько дней повидаться с супругом. Теперь с дочкой живет в одном из городков ДНР, считая дни до короткого увольнения мужа. Детей везут, детей. Нас никогда не победить. Никогда. Я говорю не только о мужчинах, о Великой Российской Армии. Я говорю и о женщинах. Спасибо вам. Низкий поклон ноги вот этим женщинам. Мне хочется поклониться низко в ноги вам. Потому что не только, еще раз говорю, Великой Российской Армии, мужчины, воины, но и женщины. Вот такие женщины, которые, невзирая на дискомфорт, невзирая на страхи, едут поддержать своих мужчин. Не все потеряно. Не все потеряно. Дом-2 дебилизировал не всех. Значит, мы встречаемся в центре. В солнечный день, который, впрочем, до костей пронизывает ледяным ветром, маленькая Вера Евгеньевна, облаченная в зимнюю экипировку, уверенно топает по мостовой, держа маму за руку. И деловито рассуждает, что неплохо было бы прогуляться до детской площадки. Я не возражаю. Вообще-то у ее папы была возможность откосить. Он работал в Новокузнецке на оборонном заводе, но Евгений сразу решил, что если придет повестка, прикрываться броней он не станет. 26 сентября 1922 года получил вызов военкомат, 1927 уже уехал. Мы в театр с мужем собирались в тот день, вспоминать сегодня Елена. Поехали на вокзал. Сначала их в Омск отправили, мы с дочкой туда ездили, а с мая прошлого года он здесь. Летом Елена навещала мужа одна. Тогда решила, что пора переезжать. Непонятно же, когда кончится, объясняет она. Дочь меняется, он скучает. Ему легче, пока мы здесь. Мне легче. А как в быту? Вы одна в незнакомом месте. Росла в деревне, все умею, все могу. Его всегда бесила эта фраза. Я все сама сделаю. А тут он уехал, и чего-то не все могу оказывается. У нас дом частный, поэтому без мужа в принципе тяжело очень. Не за себя страшно, за мужа. Но это до слез. Вы понимаете, я как будто окунулся в чан с родниковой водой. Это невероятно. Потому что на фоне вот этих надутых губок и титек, и поющих трусов, вот это настоящее. Вот это и есть настоящее, то, что мы сейчас читаем с вами. Это и есть настоящие семейные ценности, настоящая любовь, настоящее искреннее отношение. Понимаете? Елена и Евгений Салтай вместе учились в педагогическом колледже в Бийске. Он на отделении физкультуры, она на начальных классах. За год до выпуска познакомились. Он уже и в армию успел сходить. Здорово, подумала Лена. Ждать не придется. Потом вместе работали, получали высшее педагогическое. Когда поняли, что семья станет на человека больше, переехали в Новокузнец, где всего полтора года назад купили дом. Чем-то пришлось пожертвовать, когда решили отправиться сюда. К доставкам за последний год очень привыкла, говорит Елена. Потому что с ребенком особо по магазинам не походишь. Начинается купи, купи, купи. Зато надо идти в магазин, тащиться с пакетами. Здесь, здесь надо идти в магазин. А так больше приобрели, к папе ближе приехали. Ребенок опять меняться начал. В лучшую сторону. Боже ты мой, какая женщина. Ребенок меняться начал. Опять в лучшую сторону. Рядом с папой. Чем? Она у нас папина дочка. Слово мама появилось только после того, как отец уехал. Тогда началось это бесконечное. Мам, мам, мам. Она стала капризной, плаксивой. Это еще раз подчеркивает важность полной семьи, воспитания, чтобы был папа. Зачастую молодые девочки не совсем понимают роль отца и вообще относятся к мужчинам. Я говорю, это потребительское такое отношение достаточно. Я еще раз говорю, я не о мужчинах. Я о мужчинах тоже могу много сказать сейчас негативных вещей. Это инфантилы, несущие ответственность. Я говорю сейчас именно конкретно об этом примере. И в итоге получается, что разбегаются, разбегаются по разным причинам, конечно. И дети, когда растут, вроде маленькие, вроде не обращают внимания. А потом вырастают, возникают проблемы. Здесь все возвращается на круги своя. Она становится спокойной, усидчивой. И здесь цель. Папа приедет на выходные. Мы ему покажем, какие буквы вы учили. Вера, нравится здесь, в Донбассе? Спрашиваю девчушку с огромными глазами. Ей быстро надоели давно некрашенные качели и мерзлый песок в песочнице. Нравится. Значит, так. Как-то влепили, взяли рекламу посередине мне. Хотя новости читали, да и знакомых много поехало воевать. Значит, страх был, что... Поэтому этот страх, в принципе, что дома был, что здесь он никуда не девается. Но здесь спокойней. Хотя вроде прифронтовой город. Елена не первая, кто приехала в городок за супругом. Пионером была Любовь из Кемеровской области. Это она вместе с двумя детьми протоптала дорожку из Сибири в Донбасс. Кстати, на родине и Люба, и ее супруг Анатолий работали в угольном разрезе. На угольном разрезе. Он водителем погрузчика. Она в службе безопасности. Познакомились еще в школе. Но там не замечали друг друга. Спустя много лет увиделись на встрече выпускников и закрутилась. Выходили замуж. Вы, конечно, не за военного. Нет, подождите, как раз за военного. Мы уже здесь расписались, смеется Люба. На разведку он приехал в Донбасс в мае прошлого года. Значит, сначала одна без детей. Она приехала, да. Она приехала. И поняла, что тут не так уж и плохо. Вернулась домой, начала штудировать местные интернет-паблики. О школах, поликлиниках, садиках, об обстановке. В итоге решилась. Страшно было, если честно, поначалу выходить на улицу. Потому что шумно было. ПВО срабатывало. Какие красивые ребята. Какие красивые ребята. Дети пугались. Нет, у нас в Кемеровской области постоянно уголь взрывали на шахтах. Похожие звуки. Также дребезжали окна дома. Иногда говорят о гром. Я им не говорю, что это на самом деле, конечно. Не жалуются на новые условия. Первое время не понимали, что за зима такая. У нас в Сибири снега по уши. Мороз. А тут Новый год и без снега. Они до сих пор не понимают, как такая зима может быть. А в целом им нравится здесь. С папой часто видятся. Сейчас, да. Их на ротацию вывели, когда каждый день, когда раз в два, в три дня приезжают. А как родственники отнеслись. Без энтузиазма, конечно. Даже мама. Скандали с ней сильно. Как ты поедешь на войну? Новое слово. С детьми. Езжай одна, если хочешь. Оставляй детей. Вернешься потом через время. В итоге мама сама здесь. Приехала в гости. И через неделю нашла дом. Господь. Пути Господни неисповедимы. Да. Друзья, ну что сказать. Здесь много историй. И какие были первые впечатления после переезда. Люди намного добрее, мне кажется, здесь. Попроще. И это многое сглаживает. Сейчас мы уже привыкли. Покупаем домик. Решили остаться. Сын в школу здесь пошел. Моя задача поддерживать мужа. Новую жизнь в Донбассе начали и Кристина, приехавшая из Новокузнецка вслед за мужем Вячеславом. Пара ждет ребенка. И Ксения из Красноярска. Мать четверых детей. И Алена Анатольевна из Омска, которая захотела быть ближе к сыну. Кто-то называет этот переезд временным. Кто-то планирует пустить корни. Но они точно не считают свой выбор жертвой. Да, друзья. Моя задача поддерживать мужа, сколько бы на это времени не потребовалось. Вы знаете, сейчас еще раз говорю, время потребителей и большинство скажет, а нахрена мне это надо? Зачем мне это надо? Куда я поеду? Здесь сад, здесь школа, здесь они ходят, здесь мой быт. Здесь все настроено, здесь все так, как надо. Да и скорее родственники скажут. Совсем что ли с ума сошло? Как здесь и было. Но находятся те, которые понимают, что я жена. И жена не только для того, чтобы он впахивал и делал все для того, чтобы я хорошо жила. Я говорю еще раз, я говорю не о всех. Я говорю о срезе, так скажем, молодого поколения. Но статус жены, но я жена еще, чтобы самое главное поддерживать мужа, поддерживать во всем. И они, вдумайтесь на секундочку, в бытовом смысле, насколько это сложно. Найти, переехать, найти жилье самой, муж служит. Найти жилье, найти сад, найти школу, устроиться одной женщине, да? Зная, что муж рядом. И самое главное понимать, что я здесь для того, чтобы поддерживать мужа. Ведь никто не дает гарантии, что он завтра вернется живым. Никто не дает гарантии, что мне придется все это свернуть и поехать обратно. Я, вы знаете, честно, я поражен этому материалу. Я редко в последнее время, что-то меня можно поразить, но я поражен этому материалу. В наше время такие примеры, я считаю, это просто... Еще раз говорю, мне хочется это воспеть и низко в ноги поклониться тем женщинам, потому что это для молодого поколения, в первую очередь, огромный пример, мне очень хочется, чтобы это было огромным примером, не жертвенности даже, может быть, в какой-то степени пусть и жертвенности, а понимание, что такое семья, понимание, что такое ответственность мужа перед женой и жены перед мужем. Вот что самое главное. Потому что зачастую мы все-таки читаем материалы, как, еще раз скажу, девочка сейчас зациклена на материальном аспекте, скажем так, да? Да и мама девочек, собственно говоря, зациклена на этом. Ну, там-то все понятно, замуж отдают. Вот, машина, квартира, отдохнуть, еще что-то. И она никуда за мужем не поедет, потому что это не ее проблема. А вот здесь это для меня настоящие женщины, настоящие жены. Низкий поклон вам в ноги, друзья. Низкий поклон вам в ноги. И счастье, чтобы все мужья, все вернулись живыми. И чтобы вы были очень счастливы. Меня это поразило. Я хотел, чтобы тоже вы об этом узнали. И, собственно говоря, об этом явлении. И, может быть, кто-то из этих женщин посмотрит. И я думаю, что мы должны не просто поддержать, а дать сигнал, насколько общество к этому относится положительно. И гордиться такими женщинами. Еще раз говорю, а так нас не победить абсолютно. Абсолютно. И, конечно, дело в великой российской армии. Но дело и в таких женщинах. Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка закреплена на комментариях в описании к видео. Я приглашаю вас на свой сайт www.buddagrišna.com для бизнесменов-предпринимателей. Если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые сегодня могли стать вашими, посмотрите видеообращение на моем сайте www.buddagrišna.com заинтересует. Пишите. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна Новости. Новости в формате 24 на 7, круглосуточно. Все самое интересное, если все сети в одном месте. Политика с моими комментариями. Подписывайтесь, будет интересно. Телеграм-канал Будда Гришна Новости. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.